Информирование населения о правилах безопасности в купальный сезон такая острая необходимость появилась в связи с установившейся жарой. Столбик термометра в последние дни в Бресте превысил отметку в 35 градусов. Для жителей областного центра это стало громким сигналом – все к воде. Отдыхать нужно с умом, и это факт, который, к сожалению, для некоторых подтверждается только тогда, когда уже произошла беда. Детские забавы на водоемах, игры, пересечение границы зоны для купания, купание в неустановленных местах, пребывание в нетрезвом состоянии – причин для неутешительного финала множество. Но как бы ни были простые, доступны правила поведения на водоемах, осознание опасности, ответственность за себя и близких, качества присущие не всем. Оттого и плачевные результаты. В 2017 в Бресте зарегистрировано два случая гибели на воде. В летний период спасено уже шесть человек, чем не повод задуматься. Ряд сотрудников МЧС и ОСВОД, а также активистов молодежных отрядов охраны правопорядка – крайняя необходимость. Три правила основных, которые нужно соблюдать. Это в первую очередь отдыхать в разрешенных местах, так как здесь находится команда ОСВОДА, проверен берег, оборудованные места, не распивать спиртные напитки, когда отдыхают у воды, и, конечно же, не оставлять детей одних. В первую очередь это дети, дети, которые не умеют плавать, нужно особое внимание. Если мы видим, что погодные условия жаркие, что люди могут находиться на воде, то такие мероприятия проводятся каждый день. Для чего? Для того, чтобы еще обратить внимание на безопасность на воде. Предугадать, чем окончится очередной отдых в воды под жарким солнцем, крайне сложно. А потому пребывать в строго установленных местах в интересах каждого. Ведь именно в таких зонах на помощь любого характера откликнутся квалифицированные спасатели, а также работники медицины. Отдыхающие на официально разрешенных пляжах Бреста знают, что они в безопасности. Ситуация в каждой из зон акватории под контролем коллектива дежурной смены. Это и наблюдатель, и матросы, водолаз, и медсестра. Но даже в этом случае стоит помнить, от самих отдыхающих зависит многое. Естественно, усиленное дежурство всеми станциями, спасательными постами, всюду всем и на чеку, потому что, конечно, после дождей и погоды такой ненастной, люди все пришли, отдыхают. И много гостей города, естественно, тоже приходят нам на пляжи. Поэтому мы, как говорится, смотрим. Смотрим, как у нас посещают пляжи дети, находятся ли они в сопровождении с взрослыми, допустим, приходят. Как малолетние дети у воды, они должны находиться тоже постоянно под контролем родителей. И плюс к этому, конечно, это алкогольное опьянение. То есть мы обязательно следим за тем, чтобы люди, находясь в алкогольном опьянении, не находились на территории пляжа, и тем более не купались. Любишь отдыхать на воде? Да. А почему? Потому что можно поплавать, тепло. Когда жарко, ты плаваешь, отдыхаешь, загораешь. Но не нарушаешь правила безопасности? Нет. Не прыгать, не бегать, с разбегу без моего внимания в воду, допустим, не лезть. Чтобы только я всегда его видела, смотрела за ним. Делаете замечания? Конечно. Часто отдыхаешь? Конечно, почти каждый день. Соблюдаешь правила безопасности? Да. Далеко не заплываю. Необоснованный риск оборачивается плачевно только для самого человека. Внимательность и осторожность еще никому не помешали. Чтобы напомнить жителям областного центра об основных мерах безопасности на воде, уберечь их от необдуманных действий и авантюр, представители рейдовой группы будут выходить на пляжи ежедневно. А в подтверждение слов – наглядная информация. Субтитры создавал DimaTorzok